В Слуниме немало исторических памятников, но мало кто из горожан знает, кому был установлен первый. На кладбище по улице Ружанской есть могила генерала от инфантерии Михаила Ивановича Левицкого. Поясним, русскую армию составляли артиллерия, кавалерия и инфантерия. В переводе с иностранного последнее означает «пехота», «пехотное войско». В дореволюционной России это был высший чин в пехоте, а в табеле о рангах был между генерал-фельдмаршалом и генерал-лейтенантом. Чин был введен в 1699 году, через 64 года отменен, но Павлом I снова введен и переравнивался к гражданскому тайному советнику. Наиболее ярким представителем генералов от инфантерии был Дмитрий Сергеевич Докторов, кавалер всех воинских наград, отечественных и зарубежных. Он особенно отличился в Отечественную войну 1812 года, был в центре всех сражений во время Бородинского, после ранения Багратиона возглавил Вторую армию. Михаил Иванович Левицкий не менее знаменит. Он кавалер четырех высших орденов Российской империи «Золотой шпаги» за храбрость. Родом он из Могилевской губернии. В 1781 году в 20-летнем возрасте поступил под прапорщиком в Полоцкий мушкетерский полк. В 1788 году участвовал в осаде Очакова. Позже сражался при взятии Анкермана и Бендер. В 1790 году при взятии Измаила был ранен в руку. Далее были снова сражения. В мае 1803 года он уже генерал-майор и шеф 36-го егерского полка. В 1805 году тяжело ранен в сражении под Аустралицем. Перед Вородинским сражением был комендантом Можайска. Позже участвует в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. В январе 1814 года генерал Левицкий назначен комендантом Варшавы. В 1828 году ушел в отставку. Через три года его не стало. Свой земной путь он окончил в Слониме, где и похоронен. В 1833 году на его могиле установлен первый в нашем городе исторический памятник – массивная гранитная плита.